здравствуйте уважаемые зрители хочу предложить вашему вниманию мушку которая очень результативная была за последнюю рыбалку сейчас жарко и очень тяжело выманить рыбу на поклевочку но с помощью вот такой мушки или вот как это чуть больше такой или же вот такой очень результативно проходит рыбалка крючок я использую овнар 20 можно еще мельче насколько позволит возможность ваших тисков поставить мелкий крючок настолько вы мельче и вяжите особенность мушки заключается в том что она как сухая также как и мокрая при использовании тонущей тонущего поводка очень удобно облавливать практически весь горизонт где находится рыба на кормежке давайте приступим к вязанию и в процессе вязания я вам буду рассказывать нить я беру 015 изготовленную методом распускания но для начала я делаю небольшую хитрость делаю пару капель клея момента наношу на цевьё и делаю под ложечку из другой нити вот так столько будет достаточно это нить несколько другая но она очень хорошая ровница и обматывать цевьё довольно таки ею удобно ровно гладенько ложится почему нужно белая я сразу в этом месте начинаем от загиба сразу в этом месте я креплю люрекс вот такой материал все тело буду изготавливать из него поэтому мне нужна такая под ложечка прихватили и и теперь ровными виточками начинаем проматывать наше тело доходим до места крепления нашего пера и здесь останавливаемся делаем завершающий узел и закрепим другую нить изготавливается очень быстро единственное неудобство это то что ее такие габариты промажем немножечко еще клеем вот так можно лаком капельку сделать я сразу креплю на месте крепления пера свою нить закрепили и теперь по спирали я начинаю обмоточку плотными витками делать по всему телу если даже где-то вы промахнетесь это не страшно потому что под ложечка наша белая и рыбе будет никогда рассматривать все грехи в нашем теле можно взад вперед опять пройтись главное чтобы было видно вот такая сегментация небольшая нашего тела подошли закрепили наш люрекс и буквально здесь же я креплю перо павлина 1 2 оборота по грудке больше нам не надо так чтобы мы слегка отделили отделили наше тело от крылышек берем пиродержатель берем пиродержатель и проматываем оборота этого вполне достаточно крепим наше перо и остатки отрезаем в качестве крылышка я использую перо гризли вот такой раскрасочки для сухих мушек если у вас нет для сухих подберите с другого перышка по длине обородок так чтобы можно было нам изготовить ёршик буквально также здесь крепим перо и пару оборотов не больше делаем ёршик закрепили бородочки отводим сразу назад так чтобы они у нас сильно не кашлать или вот вышло у меня три оборота крепим наше перо и теперь одним движением уводим все бородки назад вот так даже можно поджать как я вот мы прихватили как вам видно если видно и начинаем здесь формировать головку прихватывая сразу перо чтобы она лежала вдоль тела вот так как видно я прихватил делает здесь совсем маленький маленькую точечку лака хотя по большому счету может быть и не нужно будет до одной капельки я считаю ну может быть парочку пусть подсохнет будет достаточно чтобы наша мушка в процессе заброса не растрепалась делаем завершающий узел это значит что бывает это значит что является тревожным делом это значит что она за новое это значит что она не должна быть у кого-то уже взялся это значит что она Отрезаем шуру, еще нанесем капельку лака. Вот как вы видите, наша мушка готова. Очень хорошо ловит уклейку, густеру, верховку, красноперку, платву. Все, что питается поверхностной и предповерхностной пленочке. Ну, если, допустим, вам необходимо глубже, можете тогда тонущий подлесок и пролавливать глубже. У меня были случаи поимки на вот такую мушку, даже окуня. Всего хорошего, до скорых встреч, желаю вам успешной рыбалки.